Но это браконьеров не останавливает. Слишком велика цена за чудотворный корень. Поэтому его пытаются контрабандой переправлять за границу. А если быть точнее, в Китай. Но таможня добро не даёт и попытки пресекает. Вывоз хотел осуществить гражданин Российской Федерации, водитель грузового автотранспорта. Зная о том, что вывоз Женьшени запрещен, он умышленно не сообщил таможенному органу о том, что он перемещает через границу Женьшень и соорудил тайник в кабине своего автомобиля. Из тайника изъяли два пакета с Женьшенем весом около 4 килограммов. На черном рынке, по оценке экспертов, стоимость всей партии достигает 2 миллионов рублей. Сам же водитель грузовика корни Женьшеня приобрел у гражданина КНР с целью перепродать в Китае. Корень Женьшеня является сильнейшим на земле природным средством, продлевающим жизнь и здоровье. Особо активно его использует китайское население. Лекарственные препараты их производства известны во всем мире. И ценится именно дикорастущий Женьшень. Он уже на грани исчезновения, но каждый сезон на его поиски браконьеры отправляются целыми группами. Если удалось найти семейство чудотворного корня, считай, уже миллионер. А если его нашли на границе, то цена – лишение свободы от трех лет до семи и штраф до одного миллиона рублей. Именно такое наказание, скорее всего, и ожидает водитель грузовика. Алина Черненко, Александр Бартовщук. Новости на Восьмом.